Дом культуры Випра Дом культуры Випра Дом культуры Випра отношения с людьми не такими, с людьми, грубо говоря, мы все не застрахованы от каких-то несчастных случаев, да, потому что большинство людей, которые ходят в наш центр, они приобрели это уже с каким-то событием в жизни, да, непечальным. И поэтому найти общий язык, выстроить коммуникации, позволить этому человеку с инвалидностью почувствовать себя, скажем так, уверенным в себе, да, и преодолеть какие-то преграды, это важно. И это нужно обществу, и это несет огромное значение для развития вообще в целом региона и страны. Ваши посетители, это как детки, три плюс, так как я понимаю, далеко пожилые люди. Да, 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 так и люди пенсионного возраста, они активно посещают наше театральное направление, коллектив, есть вдохновение, где делаются миниатюры небольшие, очень юмористические, вы можете увидеть это, посетив наше мероприятие. Но я скажу, что на данный момент мы пришли к проектной деятельности, мы понимаем, что наибольшие эффекты для общества и несет с собой создание какого-то того или иного проекта. Вот, допустим, мы можем из того, что уже было реализовано в прошлом году и в этом вспомнить, значит, парикмахерское искусство, когда девочки получили образование, грубо говоря, профессию новую, освоив парикмахерское искусство и искусство визажа. Сегодня они зарабатывают на дому. Это важная составляющая дальнейшее наше перспективное развитие. Потому что, когда человек приходит просто, значит, заниматься творчеством, это одна сторона. Когда человек понимает, что помимо работы на заводе, он может также раскрыть какие-то новые грани своего таланта. На сегодняшний день вот я могу рассказать о проекте «Уверенное», который прошел в прошлом году при поддержке одного из немецких фондов, когда человек действительно с инвалидностью, допустим, по зрению смог обрести уверенность в себе и пойти дальше работать, совершенствоваться. Сегодня мы уже открываем каоркинг-центр для людей с инвалидностью, который позволяет интересные для общества идеи, какие-то социальные проекты, бизнес-инициативы приходить, презентовать. Мы дорабатываем идею, находим партнеров, находим инвесторов. И один из проектов «Киноинклюзив» уже подался на грант «Сошел Уикенд». Это наши белорусские грантодатели. И мы вышли в полуфинал и надеемся, что люди с инвалидностью смогут обучиться профессиям сценариста, режиссера, кинооператора и, собственно, выпускать, собственно, YouTube-канал и зарабатывать на этом также деньги. Стоит отметить, что вот этот опыт гомельчан, он достаточно уникален в масштабах страны. Это единственный центр инклюзивной культуры в Беларуси? На сегодняшний день это единственный центр инклюзивной культуры, который вобрал в себя много направлений и активно развивает их. Но я хочу сказать, что интерес есть. Интерес есть в каждом регионе, и мы периодически созваниваемся, делаем консультативные связи, мастер-классы. И на сегодняшний день формат каворкинга наиболее, скажем так, легок на подъем, поскольку это предполагает собой создание офисного помещения, допустим, 80 квадратных метров, это если брать наш пример, да, где человек может прийти с инициативой и выстроить полностью весь процесс. Площадка для роста. Да, это площадка для роста. От идеи до непосредственно реализации. Знаю, с коллегами расшифровываете аббревиатуру центра ЦИК следующим образом. Ценим интересы каждого. По-моему, неплохой девиз в работе. Опять-таки, это идея нашего руководителя коллектива, и это очень весомый вклад в целом, когда каждый руководитель, каждый ребенок, посещающий центр, выступает с каким-то желанием сделать что-то для общества и в целом для города. Как корабль назовешь. Я скажу, что мы выработали вот буквально тоже в этом году миссию центра, что сейчас является очень таким важным моментом, когда человек приходит и знакомится с коллективом, с центром, что же, к чему же мы идем, да, и вот миссия наша звучит как воспитываем инклюзивное общество. Кирилл, спасибо за это интервью, успехов в полезной деятельности, и до встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok